МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приговор, который сегодня вынес Забайкальский краевой суд, привел подсудимого, мягко говоря, в негодование. Вадим Богдашкин за полуторачасовой приговор своего лица так и не показал. За свою недолгую карьеру наркодилера он сколотил немалый капитал – около 2 миллионов рублей. Вот только воспользоваться нажитым не успел. Деньги пойдут в казну государства. На тропу наркобизнеса Богдашкин вступил еще в 2015-м. Тогда, в августе, через таможню в Забайкальске 14 килограммов синтетики пытался провести четенец. Он признался, что передать посылку его попросили малознакомые люди. Мужчина согласился, ведь он был уверен, что в той коробке порошок для принтера. Позже запрещенную посылку он должен был отправить в Москву. Стараниями следователей в столицу послали коробку с солью. За товаром явился 31-летний Вадим Богдашкин. За получением его и задержали полицейские. Далее все по плану – допросы, обыски. В новосибирской квартире подсудимого нашли уже готовые, расфасованные дозы наркотиков. На время судебного следствия свидетелей пришлось собирать, что называется, по всей стране. По видеоконференц-связи были допрошены жители Москвы, Астраханской области, Новосибирска, Барнаула, Алтайского края. Подсудимый оказался оправдан лишь в том, что наркобизнес строил не в составе ОПГ. Однако статей на его долю и без того набралось аж на 16 лет строгого режима. Он признан виновным в незаконной пересылке наркотических средств в особо крупном размере и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. И все же ни тогда, ни сейчас вины и причастности к преступлениям не признал. И, соответственно, наказание считает слишком жестким. Пообещал встретиться с участниками процесса в высшей инстанции. Марина Лиханова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ Дорогое удовольствие Могучинский суд оштрафовал мэра города Евгения Краснова на тысячу рублей за то, что тот нецензурно оскорбил директора коммунальника Виктора Полетучева. Отрывок этого разговора в сети разместил известный общественник Дмитрий Плюхин. Сам Полетучий утверждает, что Краснов даже не извинился перед ним, хотя это, по его мнению, полностью исчерпало бы конфликт. Также глава коммунальника рассказал, что по имеющейся у него информации, Краснов нередко подобным образом оскорблял и подчиненных, которые не обращались в суд только из-за страха перед начальством. Глава города считает, Полетучий еще легко отделался. Тысячи рублей, которую Краснов должен заплатить – ничто. Как должностное лицо мэр мог заплатить и 30 тысяч рублей. Гуру райского наслаждения теперь не до привата. Суд приговорил владельца массажного салона Александра Авдеева к трем годам лишения свободы. Правда, с небольшой оговорочкой – условно. Об этом журналистам сообщили в Краевой прокуратуре. В надзорном ведомстве также озвучили некоторые подробности приватной жизни баунти. Так, Александр Авдеев лично подбирал массажисток по собственно разработанным программам, обучал девушек искусству соблазна. Экзамен с элементами практики принимал только сам. Более того, красноречивый владелец уговорами вовлекал молодых девушек в постыдные дела. В снятом Авдеевом помещении он организовал притон. Под прикрытием райского названия баунти жрицы любви услаждали клиентов совсем не безобидным массажем. Салон действовал на территории города Читы около года. То есть в данную деятельность было вовлечено порядка шести девушек. Массажа, в принципе, делать никакого не надо. То есть необходимые хорошие внешние данные обязательно оказывать от услуги сексуального характера, удовлетворять клиента. В райском притоне тогда было все цивильно. Клиента встречал приветливый персонал, посетителям рассказывали об услугах и выводили на показ якобы мастерицы массажа. Однако наслаждения были удовольствием не из дешевых. Но все же клиентская база росла. Авдеев вины своей в названных преступлениях не признал. Расценил свои действия как оказание услуг психолого-расслабляющего массажа, что ориентирован исключительно на мужчин для получения ими физического и психологического расслабления. Гособвинитель все же доводы подсудимого о проверке и представил суду достаточно доказательств причастности Авдеева к преступлениям. Пока приговор в отношении гуру баунти не вступил в законную силу, а потому еще может быть обжалован сторонами. Купить машину за бесценок хотел житель Читы. Пенсионер нашел в газете объявление о продаже автомобиля по привлекательно низкой цене и решил приобрести его. Мужчина созвонился с продавцом, который сказал, что живет в Улан-Удэ, но в Читу машину пригонит сам. Правда, при обсуждении деталей покупки якобы владелец железного коня упомянул, что тот арестован. И чтобы выкупить его, нужно заплатить судебным приставом 100 тысяч рублей. А для большей достоверности отправил пенсионеру номер телефона пристава. Удостоверившись у якобы представителя ведомства, что мошенник говорит правду, Читинец перевел ему на карту требуемую сумму. Через несколько дней пенсионер решил узнать у лжепродавца, когда автомобиль прибудет в Читу. На что злоумышленник снова начал просить денег, но уже на решение другой проблемы. Тогда мужчина заподозрил неладный и обратился к полицейским, которые выяснили, что номера мошенников зарегистрированы в Свердловской области. Личности преступников пока устанавливаются. А на сегодня у меня все. Оставайтесь на Первом Независимом, будьте бдительны и берегите себя.